Мусор и грязь Катер на воздушной подушке в этот раз спешит на спасение природного ландшафта. Цель определена – выявить нарушения природоохранного законодательства. Такие проверки проводятся именно во время разлива, так как задача – охватить как можно больше территории. Совместно с природоохранной прокуратурой мы посетили Трубеж, село Заокское и Барковской задон. Мусора обнаружено на берегах очень много. В основном это бытовые отходы. Банки, бутылки, пакеты – в общем, картина такая же, как и в лесах, писал один художник по имени Человек. Первое нарушение было выявлено сразу при подъезде к речному порту. На берегу реки Трубеж обнаружены три мусорных бака. Там их быть никак не должно. Мусор чего? Где? Сейчас мы его собираем. Машина пока не подойдет, не проедет, нельзя. Ну, хотя бы убрать мусор, хотя бы. Да, уберем. Сейчас дам команду, сейчас уберем. Надо быстро сделать. Хорошо, сейчас, прямо сейчас, в течение 10 минут будет сделано. Справедливости ради стоит отметить. Речники слово держат. Сказал – сделал. Не успели мы отплыть от берега, мусор действительно начали убирать. Наше дальнейшее путешествие по главной речной артерии региона – Оке – не сулило ничего хорошего. Особенно поразила несанкционированная свалка в селе Заокское. Если мусор на берегу специалисты называют самоочищением реки, которая во время схода паводка оставляет его на суше, то сюда явно привозили отходы не раз. И это далеко не все нарушения, выявленные в ходе рейда. Нами была обследована береговая полоса на территории города Рязани. Обнаружены массовые скопления отходов на правой стороне, на правом берегу реки Трубиш. Также были обнаружены отходы в районе шпалопропеточного завода. И обнаружены незаконные захоронения отходов строительных и твердых коммунальных в районе брошенных ферм в селах Заокское. Сейчас главная задача – выяснить, кому принадлежат данные земельные участки. После чего к владельцам или пользователям будут применены меры прокурорского реагирования. Отходы обязательно уберут. Несмотря на сильную загрязненность берегов радует одно. Во время путешествия по Оке нам на глаза попадались катера, баржи и буксиры. Но пятен от горюче-смазочных материалов или масла обнаружено не было. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Внешняя политика – вещь сложная и неоднозначная. Военные столкновения последних лет показывают. Специфика боя сильно изменилась. Очень важно научить солдата делать быстрый и точный выстрел. Практическая стрельба развивает данные качества. На полигоне «Сельце» прошли первые в России соревнования по этому виду спорта среди десантных училищ страны за кубок главнокомандующего ВДВ. На них побывал Валерий Седов. 10 команд со всех дивизий ВДВ. Здесь, на полигоне «Сельце», их называют «сквадами», то есть отрядами. Каждому «скваду» на соревнованиях по практической стрельбе нужно пройти 12 упражнений, по 6 в день. Солдатам предстоит стрелять из пистолета Макарова, Ярыгина и автомата Калашникова 74М. На каждом упражнении есть несколько мишеней. Цель – попасть минимум два раза в каждую. Сама мишень разделена на три сектора. Центр – буква «А», участок ближе к краю «С» и сам край «Д». На профессиональном жаргоне они звучат как «Альфа», «Чарли» и «Дельта». Лучший результат – это «дабл-альфа», то есть два выстрела в центр. Засчитываются и общие попадания, и время прохождения упражнения. Притом только в малой части из них солдаты стоят на месте. Обычно они перемещаются по выделенной зоне. Это одно из главных отличий соревнований по практической стрельбе от обычных стрельб в армии. Данные условия этих упражнений не заставляют человека нестандартно мыслить. Упражнения для всех одинаковые, условия для всех одинаковые. Каждый стрелок, попадая на упражнение, он оценивает само упражнение, оценивает мишенную обстановку и уже самостоятельно принимает решение о том, как он будет его выполнять. На изучение упражнения дается от трех до пяти минут. За это время нужно придумать тактику и опробовать движение. Более опытные бойцы порой придумывают такое, что удивляет как их коллег, так и судейский состав. Каждый сквад, то есть отряд, состоит из курсантов одной дивизии ВДВ из всей России. Рязанское десантное училище представляют всего две команды. По результатам промежуточных итогов наши ребята показывают хорошие результаты. Курсанты Рязанского десантного командного училища и офицеры, которые представляют здесь две команды, на данный момент показывают хорошие результаты. В принципе, пока что результатов еще неизвестно. Но если оценивать так по упражнениям, в принципе, я думаю, они сейчас находятся на лидирующих позициях. Отряд Рязанского десантного училища, посоветовавшись, решает разработать свою тактику. Они убирают одну из пробежек до мишени и стреляют, сильно наклонив корпус. Это позволяет сэкономить несколько секунд драгоценного времени. Виктор – представитель команды. Ему всего 22 года. Участвовал в Кубке России, Калашникова и Макарова. Почти во всех командных зачетах он занимал призовые места. Сегодня цель – стать одним из лучших. В целом соревнования проходят на достаточно высоком уровне. Наша команда работает все примерно тоже на одном уровне. Результаты показывают достаточно… Ну, ожидаемые результаты, достаточно высокие. Но, как и любой стрелок, считаю, что можно было лучше. Надо больше тренироваться, и все будет. Вторая команда, которая представляет Рязанское десантное училище – женская. Притом, другой такой в соревнованиях больше нет. Сейчас Анастасия Терешина внимательно изучает упражнения. На это выделено всего три минуты. Девушке 21 год, она учится на четвертом курсе. Говорит, что с детства привлекала военная романтика. Правда, маме это увлечение не нравилось. Теперь родители всячески поддерживают девушку. Анастасия участвовала в соревнованиях по стрельбе за женскую сборную. И завоевала первое место. Сейчас она чемпион мира по стрельбе среди девушек. Забавно, что до обучения в Рязанском десантном училище девушка оружие в руках не держала. На соревнованиях по практической стрельбе Анастасия отнеслась к своим результатам с критикой. Для себя я, наверное, стрелялась не очень. Как-то, не знаю, наверное, волнение взяло свое. Но в следующий раз, надеюсь, все получится. А так пока результаты неизвестны. Результаты первых практических соревнований по стрельбе среди всех дивизий ВДВ станут известны в пятницу, 27 мая. На их основе будет собрана команда для участия во всероссийских соревнованиях. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Добраться до работы и не попасть в пробку – об этом мечтает, пожалуй, каждый рязанец. Но реальность такова, что дорожные заторы в городе – явление частое. Конечно, ситуацию неоднократно пытались улучшить, но ВОЗ и ныне там. 25 апреля все водители, которые рано утром попытались доехать до конечного, попали в огромную пробку. Люди планируют свое время так, чтобы выехать заранее. Здесь действует простой принцип – кто не успел, тот опоздал. Городские власти уже не первый раз обещают, что исправят ситуацию с заторами на дорогах. Говорят, что постоянно наблюдают за ситуацией на перекрестке. А светофор, который установлен здесь, работает в оптимальном режиме. Однако водители в один голос заявляют, что это не так. Пробка по-прежнему остается. Тех людей, которые ехали из конечного, ожидало другое приключение. Вначале водителей встревожила пожарная машина. Затем, по мере движения, люди заметили горячий автомобиль. Огнем была охвачена Ауди, предположительно, четвертой модели. Когда на место происшествия прибыла автоцистерная МЧС, пожар уже был ликвидирован. Спасатели только позаботились о том, чтобы пламя не разгорелось вновь. Пострадавших и погибших не было. Через некоторое время движение удалось нормализовать. Правда, на все время чрезвычайной ситуации скорость потока заметно упала. И такое происходит каждый раз в случае ДТП или другого происшествия. Встречают по одежке. Всем хочется выглядеть стильно и при этом не переплачивать. Самое главное, чтобы погоня за модными тенденциями не привела к покупке подделок. Рязанские полицейские изъяли контрафактную одежду. Более 6 тысяч предметов одежды, обуви и парфюмерии изъяты рязанскими полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Контрафакт». Правоохранителей насторожила слишком низкая цена на якобы брендовые вещи. В Рязани и во всех районах области выявлен 81 факт торговли продукцией с признаками контрафактности. В четырех случаях полицейские выявили повторные нарушения, которые причинили правообладателям товарных знаков ущерб в крупном размере. В этих случаях в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье 146 и статье 80. На право нарушителей составлены административные протоколы. Проверки продолжаются. Тише едешь, дальше будешь. Кто-то любит полихачить на дорогах, но к водителям неотакси это точно не относится. Здесь превыше всего комфорт и безопасность пассажиров. Подробности далее. Сотрудники госавтоинспекции посетили неотакси. Встречи с водителями проходят регулярно, причем по инициативе руководства организации. В ходе таких мероприятий водители из первых уст узнают о ситуации на дорогах региона, количестве аварий и нововведениях в правилах дорожного движения. Кроме того, все желающие могут задать интересующие вопросы и получить компетентный ответ. Как показывает практика, наиболее часто задаваемые вопросы – это то, что касается именно непосредственно водителей. Непосредственно касается водителя – это, конечно же, камеры, фото, видеофиксации. Это наиболее часто спрашиваемые, часто задаваемые вопросы. Всем интересно, нужны ли дополнительные таблички при мобильных комплексах, как они должны устанавливаться, где они должны устанавливаться, какой порог чувствительности данных камер. То есть водители интересуют то, что непосредственно их касается в процессе движения. От сознательности водителей во многом зависит безопасность пассажиров. В автопарке и неотакси этому вопросу уделяется особенное внимание. Перед выездом всех водителей обязательно осматривает врач. Также специалист проверяет автомобили. Машины в неотакси новые. Автомобили Kia Rio оснащены всем необходимым для перевозки самых разных категорий граждан. Мы переводим детей. У нас есть специальное удерживающее устройство – бустеры. Также мы перевозим пассажиров с животными, перевозим ветеранов, перевозим инвалидов. Пассажиры уже давно оценили все преимущества неотакси. Неотакси пользуюсь давно. Вызывают часто, можно сказать, каждый день. Очень нравится этот таксопарк, потому что машины всегда чистенькие, аккуратненькие, водители вежливые. Приложения могут скачать все желающие. Пользоваться им достаточно просто. А самое главное – удобно. Вот само приложение. Я его открываю. Тут есть карта. Я выбираю адрес. То есть из дома, допустим, до работы доехать. Выбираю вид оплаты. Какой автомобиль. Комфортный, некомфортный. И нажимаю «Далее». Также мне показывают ближайшие автомобили, которые находятся рядом с моим месторасположением. В общем, неотакси идет в ногу со временем, а поездками довольны и пассажиры, и сами водители. Мария Руда и Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Весна – такое время года, когда просыпается все живое, в том числе и водители. Тех, кто ставит свою машину на зиму в гараж или на стоянку, в народе так и называют – подснежники. Следующий сюжет именно о них. Александр – типичный представитель водителей, которые садятся за руль весной и летом. Как только столбик термометра опускается ниже нуля, он ставит свою машину на стоянку. Молодой человек признается – скользкие, часто неубранные зимние дороги вызывают чувство тревоги. Зимой дороги резко сужены. Где-то припарковаться нормально особо не получается. То есть куда-то заедешь, потом вытаскивай. Проще уж на общественники доехать. По данным госавтоинспекции, весной машин на дорогах региона действительно становится больше. По мнению специалистов, долгий перерыв в деле вождения автомобиля может помешать сразу сориентироваться на трассе. Здесь каждому водителю важно помнить, что только постоянная практика поможет сделать вас более уверенным за рулем. В процессе движения водителю приходится выполнять огромное количество различных функций и действий. То есть читать знаки, смотреть на разметку, обращать внимание на окружающий автомобиль, обращать внимание на ситуацию, которая происходит на дороге. Конечно, правила дорожного движения необходимо соблюдать всем и всегда. Но особенно это важно для новичков. Еще одна важная деталь – автомобиль, который долго не эксплуатируется, а тем более стоит под снегом всю зиму, подвержен разного рода поломкам. Во время длительных стоянок у автомобиля начинают протекать процессы ржавения. Там, грубо говоря, покрытие ржавчиной кузова снизу. Все жидкости в автомобиле, достаточно много жидкостей в автомобиле, точнее гидроскопичны, то есть накапливают влагу в себе, такие как тормозные жидкости, например, да и просто в масле образуются конденсаты. Эксперты советуют, аккумуляторная батарея не должна полностью разряжаться. Поэтому, если вы хотите оставить свой автомобиль на долгую стоянку, лучше забрать аккумулятор с собой. А весной автомобиль не следует заводить и сразу отправляться в путь. Стоит проверить наличие и уровень всех жидкостей и заряд аккумуляторной батареи. Рекомендуется подольше постоять, прогревая мотор. Мария Руда, Алексей Нилов, Валерий Седов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте «Город62ТВ» и в социальных сетях. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 525354. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин